Всем привет! Сегодня мы приехали на базар, самый большой базар в моём городе, где я живу. Он называется Чорсу. Здесь базар есть и фрукты, и овощи. Короче, большой-большой базар. Сейчас пойдём смотреть, что тут есть. Здесь вот школьную форму продают, канцтовары сразу, всё для детей, в школу. Здесь сладкое. Это тоже очень старый базар. Он давно уже тут. Много чего, да, с советских времён. Тут много чего изменилось, много чего уже нету, что много ещё добавилось. Это всё сладкое. Там посуда вроде. Здесь вот продаётся самец этот пошив, который здесь у нас в нашем городе шьют. В Узбекистане, который шьют. Да, наш город, кстати, называют маленький Китай. Потому что у нас очень много мини-швейных фабрик по производству одежды. Да, по производству одежды. Мини-Китай. Узбецкий мини-Китай. Вон там узбецкие платья. Ихние любимые, которые они одевают. Вот узбецкая мода. О, как раз. О, вот-вот-вот, всё в красном. Да. Национальные сладости. Здесь открытый базар. И здесь уже начинаются национальные сладости. О, это чё? Это халва. Халва с фисташками. Это тоже халва с фисташками и ещё с чем-то. Делают на топлёное масло сливочное. Да. С пахромки. Вот так она выглядит. Запах, конечно, не передать словами. Здесь она вот разная, разная есть. Это тоже халва? Есть в упаковке. Это тоже халва? Вот этот фисташка. Это тоже халва. А ни одна свадьба не обходится без этой халвы на столе? Да, на свадьбах обязательно ставят халву. А, кин-чан каймас. Попробуйте. Машка. 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 Вкусная. Вкусная. Вот это тоже финики. Они тоже очень вкусные. Это тоже же халва? Да, это местная халва. Это местная халва. Но вот. Выпаренный сахар. Очень полезный. Да, это выпаренный сахар. Смотрите, как он выглядит. Спасибо, это тоже сахар. Тоже сахар. Как-то так. Там загущенка уже. А вот здесь вот уже сладости. О, местная Рафаэлка. О, местная халва. Круто. Круто. И ого? Это Рафаэлка. Вот. Помните, наверное, это дети СССР? Вот такие вкусные эти были. Конфеты. Леденцы. Они до сих пор живые. А это халва. Вот местная. Из семечек. Оно очень вкусное. На самом деле, чем та халва, это намного вкуснее. Это с шоколадом мешанное есть. И здесь такая обыкновенная. С какао. А здесь еще и семечки есть. Это тоже национальная сладость. Это тоже национальная. Халва это тоже. Это тоже халва, только тоже. Ручная работа. Ручная работа из семечек. Это вот уже, наверное, прессованная. Вкусная. Это сахар? Нет. Это сахар. Это пчак-кан. А, пчак-кан. Пчак-кан называется. Тоже не находится ни одна свадьба в честь этой сладости. Такой же пчак-кан внутри арахиса. А там внутри миндаль в кунжуте. А это сахар. Это, да, национальный сахар. Но вот называется. Выпаренный сахар. Он очень полезен. Да, и он блестит. Здесь до сих пор, кстати, очень пьют, любит очень чай с новатым, с вот таким сахаром. Здесь он такой уже есть, раздробленный, чтобы удобно было. Видите? Здесь вот почти все то же самое, одинаковое. Национальные сладости тут. А здесь уже овощной базар. Овощи. Здесь очень часто покупают еще оптом, мешками. семью, потому что здесь в Бикстане большие семьи, многодетные, много детей. А вот здесь у нас национальная одежда. Это чапаны Максы. О, здесь есть, кстати, дубышки вот это. Идем. О, это же этот, обувь. А вот здесь национальная эти, национальная одежда. О, вот мужчины вот такое носят. О, это обувь. Национальная. Обычно зимняя. Это как сапоги. Сначала одевают вот такие сапоги, а потом сверху одевают вот такие вот как бы тапочки. Сверху них. Зимой вот такие носят, потому что они вот из шерсти. Они очень теплые. Это чё? Это детские. Для новорождённых. Это, оказывается, детские. Это как учиться ходить. Классно. Идёмте дальше. Летом, наверное, летом просто одевают. Вот это тоже. Это летом тоже такое же одевают, нет? Это галоши называются. Вот. Это, походу, свадебный. Нет, это не свадебный. Это хадж, который есть. А, да? Вот. Там чепаны, вышибаны. А это вот детские коляски. Это детские вот национальные коляски. Вот, смотрите, как они выглядят. Смотрите, вот это детские кроватки. Они до сих пор в Узбекистане очень сильно популярны. И до сих пор детей вот растят в таких детских колясках. Обязательно обязательно такая люлька должна быть. Её вот так накрывают от солнца, от всего, от света. И как-то вот так вот. А там вот, смотрите, это вот мужская одежда, вышитая вручную. Вот так вот выглядит. На свадьбу такую носят. Ирина Джесс личные праздники. Мы дальше идем. Это всё, кстати, ручная работа. А это вот вентилятор. Хей, местный вентилятор. Так вот он выглядит. Вот и вот скалки, и всё для дома. Это что это делать? Лепёшку. Вот так. Для теста, да. Это мышеловки. Наверное, все знают такие. Ручная работа. Вот, смотрите, как красиво. Поднимись туда. Это ручная работа. Вышивка ручная, да. Вот, смотрите, как красиво. Это вот ручная работа. Вот, это всё вот так вышивается вручную. Смотрите, это тоже ручная работа. Это вот зимние, а это вот уже на свадьбу или различные эти праздники. А вот здесь вот, смотрите, есть. Дупышка называется узбекская. Вот ихняя шапка. Вот. Вот, смотрите, это дупышка. Тоже национальная. Тюбетейка. Это вот женская. Это до свадьбы вот такие дупышки носят. Тюбетейки. Это мужские. Кстати, в каждом городе и в каждом районе в каждой области своя вышивка и своё значение. Даже свой цвет. Тюбетейки есть ещё. Это для ихнего, для намаза они используют. подальше. Вот тоже ещё один магазин. Здесь тоже ручная работа. Говорит, смотрите. Тоже обувь красивая. Вот тоже ручная работа. Красиво так вообще. Смотрите, это для детей. Это детские. Там для взрослых уже. Это вот женские. Ух ты. Это мальчиковые. Да, это для мальчиков. Это детская, оказывается. На обрядовую свадьбу называется обрезание. Да. А суннат. Ух ты. Это для невест. Молодых. Да, это для невест. Молодых. Вот. Это тоже. Это вот тоже. Красиво. Смотрите, это всё ручная работа. Вот они различные есть. Разные, разные. Смотрите, какая прелесть. Это же надо всё делать вручную. У меня бы вообще не хватило быть. Вот так красиво. Вот так. Там вот обувь ихняя. Здесь вот зимние они, толстые. Это вместо курток, которые раньше носили такие. Чапаны называются. А это уже вот обувь. Как-то так. Вот. Тюбетейки. Вот такие косички ещё есть с тюбетейками вместе. У кого волос нету. В детстве, потому что волосы им сразу этот. Вот такие есть. Да, детям волосы под ноль. Да. Поэтому вот такие делают. Косички. Смотрите, вот тупичка какая национальная. Интенациональный вот такой вот рисунок. Она не вышитая, да. Смотрите, здесь уже базар сухофруктов. Мы пришли здесь вот в дыне завёрнутый орех и с мёдом ещё. Вот такой продаётся. Ну, это, наверное, чтоб попа слипусь. Здесь всё. Урюк сушёный вот. Абрикос. Абрикос. Это этот. Это как? Узюм. Вот, смотрите, это абрикос тоже. Вид такой абрикоса. Это что, фисташки? Смотрите, фисташки. Ой, абрикос сушёный. А вот абрикос внутри этот. О, это абрикос внутри, мёд и грецкий орех. Вот такое только есть из сухофруктов. Вот такое надо мне. Сет такой. Там такое есть? Емени Попо. Спасибо. Вот это фисташки. Фисташки. Мелкие. Посмотрите, какие пиксиночки. Ооо. Это какие-то другие фисташки. Это другие, это другие. Это тоже другие. Иранские. Это узбекские. Это узбекские. А это узбекские? Да, это узбекские. В Узбекистане тоже фисташки растут? Ага. Узбекские. Поэтому они такие меленькие. А это турец. Это будом. Будом, жареный. Жареный будом. Это что? Это хурма вроде бы, нет? Хурма, походу. Это не хурма, это тоже абрикос. А это тоже абрикос? На хурму похож. Тоже так. Это все будом. Смотрите. Это этот. Какие? Арахис. Фисташки. Это финики. Вот. Самые вкусные финики в Узбекистане. Изюм. Изюм тоже. Хотя финики не произрастают. Но они вкусные тут. Вот. Здесь можно мать цвет и пуду. О, ош. Ох, удошь. Вот это что? Вот это на всех свадьбах есть. Это соленый что? Соленые орешки от абрикоса. Соленые орешки от абрикоса. Вот на всех узбекских свадьбах вот это обязательно увидеть можно. Это очень. Тоже. Он горький, но и сладкий. Он соленый. Нет, он горький. Он соленый. Горький. Это что? Вот это тоже? Это тоже национальная нель. Это миндаль сверху в сахаре. А это арахис с сахарем. Они на вид одно и то же. На вид одно и то же. Это арахис, это миндаль. А это миндаль в семечках. В кунжуте. В кунжуте. В кунжуте. Как-то так. Все-таки лесничка. В кунжуте. В кунжуте. Турецкая, да? Сыркая. Вот этот же вкусный. Эрэн. 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 В кунжуте. Узбекский. Узбекский. Это узбекский. В Узбекистане тоже, оказывается, теперь растет. Все. Смотрите, какой магазин нашла. С национальной. Посудой. Смотрите. Это вот узбекская действительно национальная посуда. Это здесь рисунок. Пахтагуль называется. Из хлопка. Это рисунок хлопка. Вот такие чайники. Вот здесь косушки. Лышки. Тоже в каждом регионе своя тоже. Тут есть у них роспись, свой рисунок. Здесь вот уже современная вышла. А здесь это СССРские кастрюли. Тазики. Здесь вот такие наборы есть уже готовые. Красиво очень. В каждой семье есть такая посуда. Даже у меня. Как-то так. Вот салаты продают тут. Лепешки, салаты. Лепешки. Такие большие. Это всё, это всё вот делается так. Вручная работа. А здесь, смотрите, есть изюм внутри. Красота какая. Это вот такие узбекские лепешки. А это паттер. Такой паттер. Какая красота. Очень вкусные эти лепешки. Продают обувь. Тапочки любимые. Потому что они очень любят тапочки носить летом. Здесь вот акция проходит по тапочкам тоже. А мы идём там, где продают уже национальные ткани. Здесь есть этот базар. Вот различные национальные ткани отдельно. Обычное отдельно. Продуктовые тоже отдельно. Базар очень большой. Видите? Он очень большой. Сейчас мы идём смотреть ткани. Тут есть национальные ткани. Специальные вот крытые магазины есть. С национальными тканями. С одеждой тоже. Здесь неважно. От сезона продаются и зимние, и летние. Всё вместе. Вот и сумки тут можно найти. Зимние вот. Здесь вот тоже зимние продают. Вот. И вещи тоже продают. А мы идём смотреть ткани. Вот. Здесь очень любят всё такое. С камушками. Блестящее, чтобы вот прям вот стразики, чтобы было вот так. Панчак-панчак. Блестело всё. Такое вот любят. А здесь уже вот продаются ткани. И платки, да. Здесь отдельные вещи есть, где платки продают. Такие. Вот. Здесь только одни магазины платков. Различных. На каждый возраст у них свой платок. Длинная платка тоже зависит от возраста. Здесь тоже вот самопошибные. Вот халаты. Вот. Они очень любят, кстати, халаты. В Забыкстане женщины, девушки. Они очень сильно любят халаты одевать дома. И вот такие вот платья. Что-то мы ткани не можем найти. Здесь раньше магазины все были с тканями. А сейчас вот сделали. А вот платье невесты. Она после свадьбы дома вот такое одевает платье. Вот. Это как-то выглядит как-то так. Это невесты этот наряд. После свадеб. После свадьбы, да. На следующее утро она встречает так гостей, родственников и заседей. Да. Это вроде бы тоже этот... Да, это все ручная работа. Это все ручная работа, смотрите. Это материал Адрас называется. Тоже национальный материал Адрас. А такой же, только блестящий. И рисунок другой называется Атлас. Он очень плотный. А здесь уже вот вроде шифон, шелк. Вот. Со штанами обязательно. О, там много таких плотей. И сразу подбирают вон там же дупышку к платью. Вот халаты зимние. Я тут когда-то тоже такое носила. Это уже что-то... Это уже вот современное. Это что-то в индийском стиле. Вот. Это зимние, их не дубленки. Зимой они любят такое носить. Вот. А вот эти платья. Вот. Вот такие платья местные наши жители одевают на свадьбы. Это девушки перед свадьбой. Перед свадьбой. Да. Что-то они одинаковые, что ли. Размер только разный, походу. Вот. Это уже на разные возраста. Как-то так. Мы пошли искать ткань. Вот. Вроде бы нашли, где продают ткани. Правда, это вообще на другой стороне базара. Сейчас вот идём. Здесь людей много. Здесь вроде бы вот как-то крыты делают, потому что жарко. Солнце погалит вовсю. Здесь вот уже ткань. Здесь вот ткани, одеяло продают. Всё для свадьбы тоже продают. Здесь ковры зяны, вески. А вот, вот одраз. Вау. Смотрите. Это мерцающий одраз. Да. Это тонкий вот одраз. Тонкий. Есть толстый тоже одраз. А вот это же другое, да? Ну, это разные цветы. Все новое. Это мыть можно. Чисто хэбэшный. Это уже какой-то другой же, да? Хэбэ. Хэбэшный. А, это хэбэшный. А это натуральный материал. Вот, это натуральный. А вот. Чипа. Вот, да. Это шёлк. Это уже шёлковый. Ручная работа на станке. Да. Это у нас в станке вот делается, поэтому он вот такой вот. Красота какая. Вот от Атласа. От Атласа Амкурсатесу. От Атласа Амкурсатесу. Да, а там где вы ездили? Да, там нет, но айсо ты. Это обратная сторона... Это тоже шов. Это тоже шов. Это Атлас называется. Приучная работа. Да. это вот ручная работа все. А вот это самый богатый атлас, который называется Бегойм. Оказывается, это тоже золотой нитью. Это тоже атлас называется. Это богатый, это вот обыкновенный атлас. Это прям рисунок, действительно национальный. Вот здесь очень много. Ух ты, это темный. Какой красивый. Смотрите, здесь тоже вот нити есть. Смотрите, какая прелесть. Это вот богатых. Раньше такой атлас богатый носили. Вот здесь вот продаются ткани различные. Занавески, одеяло здесь есть. Вот подушки. Для курпачей есть эти ткани. Вот здесь вот ткани тоже. Это тоже вот платья, видите, для свадьбы. Ихни, вот эта фата тоже национальная. Вот эти платья после свадьбы одевают они. Вот они выбирают. Вот смотрите, здесь тоже вот ручная работа, вышивка. Смотрите, какая вышивка красивая. Тоже вручная работа. Красиво очень. Смотрите, тоже национальный рисунок. Вот он. Здесь тоже разные, разные они. Вот это чем-то похож. Это фабричные уже. Смотрите, вон там вот уже красивый женский. Кейджи. Говные уборы. Вот этот похож, да? Да? Только тут желтого не хватает. Здесь тоже. Вот, вот этот. Это чем-то, это как-будто побольше, так поближе. Здесь тоже красивый. Вот это чем-то похож. Да. Зелёлость. Да. Зелёлость. Ой, молодой. Ой, какая красивая. Вот как красивая. Оно. Ага, я наоборот заверну. Этот. Ага. Только это немного живый. Да. Молочный ранг, охрана. Почти. А если с вот такого материала? Смотрите, какая красота. Здесь вот, этот чем-то на атлас похожий рисунок. Вот, если вы заметили, все цвета. Зелёный, красный, синий. Жёлтый, фиолетовый. Везде есть 10 цвета. На каждом вот присутствуют, да. Какой фиолетовый. Такой фиолетовый. Это всё для невест. После свадьбы они вот такое носят. А вот это головные уборы уже. Красиво как. И вот ткани, вот он сейчас ткани показал. Мы хотели, мы искали ткань. Ещё не могу найти. Искали, несколько магазинов заходили. Можно этот, показать эту, какую-нибудь. Вон ту фиолетовую. Блин, ты где-то беру один. Я к родам посетую. Ух ты. Вот. Это женская. Именно для девушек. Которые после свадьбы, вот, надевают вот такую красоту. На второй день. День после свадьбы. Она должна поменять семь нарядов. Всё в таком виде. Роде. Но разных разведок и разных фасонов. Поэтому, родителям дочери приходится покупать таких семь нарядов разного вида. Она за один час должна переодеть их и поклониться всем гостям по три раза в пол. Да. Вот это что? Вот это висит? Вот это. Висячая. Это на голову. Когда одевают хетёб, потом сверху одевают. Кто хетёб одевает, это сверху, как на голову. Вон там короны тоже есть. Короны. Вон, да, прям, действительно, старые. Вот как раньше одевали. Это уже современные. Да, это современные вот. А потом там наверху белая. Вот она реально вот квадратная, как вот раньше одевали. Национальная. Шарф, у меня есть бонус? Бонус. Взяли вот здесь. Бонус шарф. Вау, я шарф. Вау, я шарф. Спасибо. Оно, спасибо. А я соблю, да, вот про пакет. Ну-ка, ох, пакет более, да. О-о-о, подарочный. Подарочный. Нам ещё такой шарф дали в подарок. Бонус. Бонус. То, что мы взяли побольше материала, вот этого. Вот. Нам ещё шарфик дали.